И тут мой еще один сын. Сейчас служит? Нет, он Арарадзот. Он старше Васи. Старше Васи. Он 95-го года. Юра самый старший. Да. Вася самый младший. А его как звать? Коля. Коля. Он молодец такой у нас. У вас пятеро-то. А он сейчас где живет? Ну девочки поставься, да, ваши? Ваши девочки поставься. А, вы рассказывали. У нас девушка идет. Вася, а это вы тоже, да, делали? Да, все это я сам делаю. Угу, тоже из оргстекла. Да, да. А как вы познакомились с Таней? Ой, ну мы в одной деревне на танцах шейх танцевали. А вы однокодки? Нет, она была в водолазке. Я 67-го, а 65-го. А у вас родители договариваются? Нет, нет. А можно про это нашим зрителям рассказать? Да, 90-го года. Да, ну расскажите, Вася. Как у вас знакомились? Раньше было, что родители ходили, сватали, женили, в общем, так делали. Ясно. А потом уже после войны уже сами стали ребята к девчатам подходить, девушки. Это правда вы на танцы ходили? Да, понятно. А так как у вас, было как у нас в деревне, то есть в простой русской деревне, так же и в Малаканской было? Да, да. Когда вот в Дубке. А, мы в клуб ходили на танцы. А мы здесь и познакомились. Да, мы здесь и познакомились. И в клуб был, и танцы, и Новый год был, и карнавалы были, ходили. Ну, как-то там сразу встречались кто-то с кем-то. Все, да. Ну, потом уже, допустим, я встречался, и к ней уже ни один парень не подходил. Они уже знали, да. Отметили вы невесту. Наметили. Если, допустим, я что-то поссорилась, и кто-то услышал, что поссорились, другой парень, глаз и белый, и сразу раз подойдет, чтобы типа, ты отодвигайся, я занялся. Заня, да. А сейчас так или нет? Что-то молодежь пассивная. Сейчас родители вообще молчат. Таня, моих родителей, например, женили родители. Они сами не знакомились. А что хорошего? Моя мама всю жизнь говорит, что нехорошо так. Моя мать и отец, его тоже, можно сказать, родители поженились. Они там месяц-два встречались. Ну, как встречались? Пошел туда, пришел. Я все, поехал на заработки, чтобы на свадьбу заработать. Поехал полгода, поработал, приехал. И их поженились. Больше вот это их любовь. Ну, все-таки, не знаю, жизнь тогда другая была. Она была чище. Вы же вот просто вот знакомились не с каким-то задним, а с серьезными намерениями. Здесь они спали, наши старики. А вы же не листут жили или сразу переехали? Нет, мы здесь жили. В какой комнате вам? Вот в той. Это что, там было или потом сделали? Нет, было там. Это еще до свадьбы все делали. А здесь кровати, дайте почему стоять? На похороне к отцу приезжали сестры со стороны. Пять сестер живут в этом. Вот это самая хорошая кровать. Да, они, знаете, какие хорошие. Самая хорошая и хорошая. И она неудобна. Мы скоро себе их заберем. Таня, а у вас что это вот за книги? Только Новый Завет? Это Библия. Есть здесь старая Библия? Это песенник. Здесь песня. Да. А это Библия. А можно я попрошу, чтобы что-нибудь спели? Как вообще поют? Вот эта книга, пять книг Моисеева идет, а здесь уже Евангелий. И какой шрифт хороший. А где печатали пророкованные? А я в Америке, по-моему. Это с Америки. У нас же в Америке все живут. Вот моя двородная сестра живет там, а мы с ней общаемся. Это уже оттуда вам присылали подарки. Это уже оттуда. Подарки с Аляски. Понятно. А с Аляски или где они больше печатают? Они печатают с Аляски. Я в Аляске встречала старообрядцев. В Лос-Анджелесе все печатают. Они же Малакане? Да, да. Да, вроде. Да. А у нас в основном печатный дом находится в Лос-Анджелесе. Они с Лос-Анджелеса. Это, в общем, по заказу... А там есть печатный двор написано, сфотографировать мне на статью, как вы. О, 2005 год. Указателем в русском переводе. Страничку переверните. Ветхаго и Нового. Ветхаго. Она написана Ветхаго. Ветхаго? Нет. В описании. А, еще тут дарственное еще есть. Они подписывают. Смотрите. Ветхаго. Ну да, это по старо-славянскому. Да, да. И Нового. Священного. А от кого? Книга Нового Завета и Псалтырь. А ну-ка, от кого? Книга Ветхого Завета. Вот здесь эти пять книг. А это уже Новый Завет. Ну, это полная Библия. Да, да. А тут Новикову написано. Алексею Николаевичу. Это вашему отцу? Да. Алексею Николаевичу. Хозяина Юдора Тимофеевича. Хозина. Хозина. Хозяина. Нет, Хозина. Хозина. Хозяина Юдора Тимофеевича. Да, были. О, так она. Смотрите, там. Это соединение, что это люди. Что можно, вот, кто женился, дарить. Да, да, да. Ну, женой семьи, муж семьи. Я такого вообще не видела. Это, значит, сугубо Малаканская Библия. Смотрите, сумма, они же все вместе, вот, альбом. Рождение нашего детей. Да, это как бы как фотоальбом, да? Да, я фоткала. А как документ. Да, как документ, как свидетельство. Да. Второй, седьмой, девятый. Раньше же много детей было. Все уже определить, кто здесь жил, какие дети родились. Это здесь записываются наши родственники. Ну, они ваши не записывали. Родословная. 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 А тут вот песни. Это писал. Таня, а женщины поют или только мужчины? Нет, у нас все женщины. А как поют? Псалтырь здесь написал. Там это песни только. Просто это отдельно песни. Да, да. Нет, я знаю, что продолговали. Текст написал, вот текст песен кто писал, пишет вообще, Таня, кто пишет текст песен, вот это откуда они, но это давно писали, они давно написали, апостолы, наверное, не то, что там апостолы, это песни взятые так, допустим, выходили, у которых был слух другим напевом, память была, сочиняли сами, да, про Иисуса и Иста все сочиняли, напевы брали с других песен, там слушали, это приходили напев, напевали, и это от народа к народу так и оставались эти напевы. Да, вкусное творчество, да, но потом, видите, все-таки начали печатать. Да, потом уже печатать начали. А я там еще старые фотографии вижу, а там кто, можно показать? Ой, вообще ничего не вижу. Это вот свекровь его мать, а я не знаю, кто у вас, а это кто? Ой, какая красавица. Она вообще красиваяся. Да. Смотрите, здоровая история. Свет держите, пожалуйста. Ага, вот, чтобы не... Ага, все, получилось. Это мама, наверное, сестра или подружка, да? Подруга ее. От Васи. Это школьные годы или раньше? Да, где-то уже ближе к 16-й. Красивая у вас очень мама. А это ее брат, она сестра, вот его, от Васи надо. Это... А это моей матери брат. Матери, да. Интересно, кто тогда фотографировал? Ой, ну как кто? Отелели, что? Нет, фотографы тогда у нас по деревне ходили. А вы не опаздываете точно? Сейчас, сейчас. Пань, а почему по углам тоже полотенца? Это наши обычаи. Вот полотенца. И там, и по углам? Да, и вот на столе, чтобы... Просто мы Библию убрали, чтобы влагорали листы. Солнце нам. А зачем они ставят и в углу, и посередке? Это по нашему обычаю. Наши обычаи. По православным вот ставят в углу и икону ставят, а у вас нет иконы. Иконам не поклоняемся, не верим, верим. А ты знаешь, что у нас в армянском тоже? У нас тоже нету вот этих образов. Это все новое сейчас? Ну да, я знаю. Вот мы стоим на рынке, нам многие походят. Очень мало вот в армянском, в армянской церкви вот таких условностей. И шили вы. У моей мамы точно такая. Ой, сейчас мы не шьем все, на время нету мы. А это что? А это самодельные. Это я сам делал. А из чего? Из оргстекла. Листы красил, в эссенцию опускал, зеленый стержень брал, вот от авторучки. В эссенцию выдавливали его, потом красили. Красили, также эти красили. А это оргстекло, ну такое толстое не было, чтобы камень сделать. Он видите, вот он раздвояется. Дехлоретаном склеивали. И все, здесь подписи делали, кто какую желал. А вы что, подписали? А, стерли. А вы где служили? В Владивостоке. Это морской флот был? Да, я три года там. На каком корабле? Подводная лодка была? Тяжелоавианосный крейсер Минск. А есть фотографии? Есть. Дорогие зрители, это предпоследнее видео о Малаканах. Следующее видео будет про авианосец, где служил Вася. И на этом авианосце служило 3500 человек. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рекомендуйте мой канал своим друзьям и знакомым. И делайте перепосты, не забывайте, пожалуйста. Это нужно для развития канала. Спасибо.